Карагандинка пробыла в рабстве 5 лет. Екатерина Бабунова вместе с младшей сестрой и матерью попала в поселок Буркудакшетского района еще 15 лет назад. Сбежать из трудового плена удалось не всем. Мирамбус Лакимбаева знает подробности. Без документов и возможности свободного передвижения Карагандинка находилась около 6 лет. За все это время девушка несколько раз пыталась сбежать, однако рабовладельцы возвращали ее обратно. Поселок Буркудакшетского района находится в 17 километрах от станции Агадырь. Здесь всего три дома. Как рассказывает Екатерина, в одном из них жили хозяева, а еще два дома было местом жительства рабов. Там, получается, как бы вот горы, одни горы, и там стоят три дома. В одном доме живут хозяева, которые занимаются нами, а в двух, где живем мы, там помимо нас была еще одна семья. Но там нельзя было уехать куда-нибудь, вот ни в город, ничего. Со слов Екатерины Бабуновой, родители ее всю жизнь кочевали по поселкам. Выполняли черную работу, тем самым зарабатывая на жизнь. В неволю они попали, работая на хозяина. Рабовладельцы заставляли наемников не просто работать, а пахать от зари до зари. А именно пасти скот и доить коров. За малейшую провинность хозяева избивали рабов кнутом, а с женщинами совершали насильственные действия. Там сильно издевались, как бы. Там просто может сесть на лошадь хозяин, просто тебя может плеткой сбить, камнями тебя может просто закидать. Если баран там ногу повредит, а это значит, что это ты барану ногу повредила, ты за это получаешь. Со временем состояние здоровья матери Екатерины стало ухудшаться. Сказывались тяжелые условия пребывания в рабстве. Изнурительный труд и плохое питание привело ее к смерти. После похорон девушка все-таки решилась бежать. 24-летняя карагандинка ровно месяц добиралась до города. Для этого Екатерина зарабатывала деньги, делая ремонт у незнакомого ей человека. А я как бы вот хожу, и я себе не могу сделать удостоверение. У меня требуют всякие справки, которые я вообще достать их не могу. У меня вот кроме тети, у меня вообще родственников никого нету. Вообще нету ни бабушек, ни дедушек, ни братьев, никого вот нету. Таким образом Екатерина осталась без документов, да еще и свидетельства о смерти матери ей не выдают. Пробыв пять лет в рабстве, девушка уже больше полугода обивает пороги вышестоящих инстанций. А в департаменте юстиции бывшую невольницу просили не указывать на то, что она находилась в рабстве. В министерство юстиции обращалась в прокуратуру. Там у него даже на этом листочке написано, что вот мне назначено время приехать к начальнику. Такое-то время. Я приехала, и как бы он мне сказал, что лучше бы про это вообще не рассказывать никому, потому что это нельзя доказать, что ты там была. Сотрудники миграционной полиции Октябрьского района пообещали оформить все документы девушки и решить вопрос с ее пропиской. Документы Екатерины возьмем на контроль, будем делать, как сказать, документы уже на изготовление отправим, соберем все документы, сотрудницу пригласим в центр адаптации, чтобы временно ее прописали туда, чтобы уже не требовать от соседей объяснительное заявление, что подтверждение ее личности. Как отмечает Екатерина Бабунова, местные правоохранительные органы уголовное дело возбуждать не стали. Объясняют тем, что этот факт недоказуемый. Кроме того, участковый потребовал у карагандинки документы, в этот раз не удостоверяющие ее личность, а то, что она находилась в рабстве. Миром Гусал Кимбаева, Тулигин Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.